Девчонки, всем привет, мои хорошие! У меня сегодня выходной. Вот, решила приготовить себе завтрак. Знаете, уже не выдумываешь, не знаешь, что приготовить. На днях как-то вспомнила, что нам давали там рецепт на марафоне, овсяна, блин, но я его так и не готовила. Решила приготовить сейчас. В общем, посмотрела в этом, в ТикТоке, как готовить. И вот сейчас рецепт и вам скажу. Может быть, кто-то не знает. Так что, девчонки, не обессудьте. Потому что некоторые говорят там, как-то писали в комментариях. Вот, ничего у тебя интересного, готовишь только с интернета. Мне кажется, сейчас есть с интернета. Я что, кулинар или у меня кулинарный канал, чтобы я свои выдумывала, импровизировала какие-то рецепты? Ну нет, я как бы готовлю, как мама учила, вот как посмотрю, где-нибудь кто-нибудь. Сама импровизировать не люблю. В основном не люблю. Любят у меня импровизировать мой любимый муж. Вы об этом знаете, девчонки, которые постоянные наши. Пушочек сидит на окне, пришел с улицы. Два дня девчонки сидел дома, не выходил никуда. Видимо, прибаливал. Сейчас отошел. Ну, ел все дни хорошо, все нормально. На улицу, главное, подходит к дверям. Просился. Открываю дверь. Он такой, раз туда и обратно. А мне, знаете, это и на руку. Он не ходит на улицу, дома ходит. Правда, весь наполнитель, который в туалете, весь засал, извините за выражение. Ну, пусть хотя бы дома сидит. Ну, вот лапы. Он, видите, намывает лапы. Я его намыла, он теперь облизывается. Вот. Хотя бы на улицу не ходит. И чистый дома сидел. Но вчера вечером поел, я с работы пришла и все, собрался на улицу. Говорю, ну ты, мартышка. Да, пушарик. Ну, все, девчонки, давайте приготовим. А то у нас уже 15 минут 11. Я в последнее время стала поздно завтракать. Ну, я специально так ем попозже. А знаете, что еще, кроме этого блина, хочу, знаете, что приготовить. О, поесть. Сальца два кусочка себе отрезала. Девчонки, ну, прям с сала хочу, который я солила, домашняя свинина. Съем сейчас два кусочка, ну, может быть, два не съем. Но отрезала два куска, прям с таким аппетитом. Вот хочу, аж слюна подкатывает. Ну, вот. Ну, в общем, сейчас будем делать. Сама первый раз его делаю, девчонки. Вместе с вами, в общем, будем первый раз делать. У меня здесь одно яйцо. Я уже вот стакан вылила яйцо, положила. Потом здесь 80 миллилитров молока. 40 грамм овсяных хлопьев. Посолю, поперчить. Кто хочет, перчить, чесночок. Я не хочу чеснок чистить, а сухого у меня чеснока не нашлось. Не хочу, хочу просто сделать. Буду жарить на кокосовом масле этот блин. Ну, девчонки, попробуем. Не знаю, что получится у нас. Вот. Надо раскалить сковороду заранее. Пока буду сейчас сделать. У нас, что-то, вот это вот пьезо сломано, что ли, вот как-то вот плохо включается. В общем, девчонки, все туда, что у меня замороженное молоко было, как я делаю. Теперь вот так, не помыла контейнер. Вот. С вечера достала, поставила в холодильник. У меня разворозилось такое молочко, девчонки. А так можно и холодным. Я прям вот в кофе добавляю прям раз, брусочек этот, и все. В общем, все. Складываем в стакан. Соли. Ну, немножко вот так, в сольки. Так, девочки, вот так, наверное, сделаю, чтобы вам видно было. Вот. И сейчас вот, что у нас получится, блендером. Если дотянется, у меня и не дотянется сюда. Ой, сольцо так пахнет вкусно. Ой, не могу. Я вообще сало люблю, но то, что с моим желудком, я его не всегда ем. Сегодня я еще иду в цирк, девочки. С Максимом мы же идем в цирк сегодня. Обязательно буду снимать, потому что вы уже спрашивали, чтобы я снимала. Мы что-то как-то, знаете, девчонки, какой-то житель, может, так и надо. Ладно, попробуем, посмотрим. Буду снимать. По возможности, конечно, я думаю, там никто ругаться не будет. А почему бы не снимать? Немного сниму, а там посмотрим, что да как. Метел выйдет какой-то, может быть, побольше сниму. Посмотрим, девочки. Знаете, что? Вот думаю. Я одна, больно-то снимать нечего. Девочки мои, которые постоянные зрители, они говорят, Наташа, снимай все, что вот ты хочешь, чем ты занимаешься. Ой, масло шлепнуло. Все снимай. Ну, я решила, думаю, знаете что, вот буду снимать вот так. А, еще, знаете, что хотела сказать. Видео не смотрят длинные, плохо смотрите длинные видео, поэтому короткие видео лучше. Вот уже 6 минут не для кого-то, вот как оно будет короткое. Вот. Выливаем смесь в ковраду. Не знаю, девочки, может быть, у меня сковорода маленькая. Он толстый, наверное, будет. Как перевернется еще. Все. На медленной огоне накрываем крышкой. Сейчас посмотрим, что получится. Вот. Ну, так что, вот, знаете, буду выкладывать вот то, что, знаете, может быть, даже получится. Вот, например, сегодня сейчас вот это одно видео сниму. Потом, может быть, где-то попозже буду снимать еще что-нибудь сниму. Там посмотрим, девчонки, потому что два дня я работаю, у меня не получается ничего снимать, что вы сами знаете, с моей работой. Поэтому, может быть, вот буду там все снимать, а потом, может быть, буду выкладывать в день по два видео. Если получится, то, конечно, я так думаю. А так, знаете, бывает, что ни до чего, ни до какого видео. Ну, вот. А, хотела еще про чай сказать. Ладно, девочки, про видео. Вот про чай хотела сказать, который я бью от Климакса. Так, Светлана, там, Гаманина, наша подписчица спрашивала. Вот такой чай, Светлана, смотрите. Вот так, как вам лучше видно. Вот. Это алтайский, посмотрите в наших аптеках, потому что в Сангельсе, или Саратова. Там у нас в нашей аптеке есть 64 аптека, аптека нестей цены. Желтая вот эта вывеска круглая такая вот, увидите. Это в нашей сети вот такие есть. Так что купите. В принципе, неплохой. Поддержка при Климаксе. Вот. Ну, не буду пока радоваться, девчонки. Ну, вроде как бы ничего. Не знаю. Вот. Потом что еще? А, про наушники хотела сказать. Заказывала Андрей же наушники. Я сказала, там 600 рублей. Он пишет в комментариях, говорит, 350 рублей. По 350 заказывал. Я не знаю. Надо будет. Сегодня некогда было спросить его. Еще пока не спросила, девчонки, про этот, какой код на Алиэкспресс. Наша подписчица вот спрашивала. Говорит, Наташа, спроси, Валентина спрашивала. Я говорю, спрошу попозже. У Андрея, конечно, спрошу. Если у него там что-то, не знаю, сохранилось, чтобы он мне сказал. Вот. И вот сейчас завариваю. Там вообще на стакан надо заваривать. Там, да, на стакан кипятка завариваешь пакетик. Доводишь, потом вынимаешь, доводишь до 200. Ну, чтоб полный отжимаешь. Кипятка еще добавляешь. И принимаешь два раза в день. Я делаю, девочки, так. Я вообще первые дни делала, как у меня там, три чая от выведения жидкости, сбор. Потом сбор сахароснижающий. И вот этот вот. Я три мешала в полтора литровую бутылку, в банку. И пила целый день эту воду. Этот сбор, не воду. А сейчас хочу вот так вот, в литровую. Не хочу пока в выведении жидкости. А то мне же еще идти в цирк сегодня, к шести. Ну, кто знает, вдруг меня там приспичит. Поэтому я не хочу пить это. Заварю вот такой. Ну, и буду в течение дня сегодня попивать его. Единственное, что-то я заметила после него, девочки. Сейчас я вам скажу, какие изменения. Заметила, что я после него... Нет, чего бы не хотелось, что-то у меня грудь прибавилась, девчонки. Как будто налилась. Говорю, вот мне это надо. Короче, вот так вот. Вот единственное, что вот у меня грудь как-то вот немножко увеличилась. Думаешь, не дай бог болеть начнет. Я этого не хочу. Молодец, болеть. Ой, ну не очень. Еще поджарился, можно еще поджарить. Девочки, вот это как. Перевернула, это хорошо. Посмотрим, как на вкус. А, она говорила там, сразу мазать. Сразу мазать. Ну, я знаете, что, я не хочу сразу. Сейчас прям немножко он пускай еще поджарится. Я хочу его потом с творожком таким вот, говорю этим, сыром творожным. И красная рыбка у меня, красную рыбку. Потому что рыбу я не хочу, чтобы там была рыба. Она какая-то там варится, она невкусная. Мне не нравится эта рыба. Вот что-то он закрылся. Не закрылся это, краешки загинаются. Ну, как бы вот так, девчонки. Чай вчера занималась. Работала вчера. Пришла, устала, как собака. В общем, думала, убраться, думаю, присосить уже не буду. Ну, так, думаю, подотру. Хотя я не люблю так делать, потому что волосы отпускают. Думаю, нет. А время поздно, как бы, было. Ну, полдевятого я пришла. Даже, наверное, попозже, потому что я вчера сдержалась немножко. Думаю, это. Лучше пропылесосить, а потом протереть просто тряпочкой. И все. Не стала. Ну, устала, конечно, вчера. Пришла, знаете, не знаю, чего не ела несколько дней обычный сыр. Вот. А это съела я несколько кусков сыра. Чувствую, как-то голова начала болеть. Вот не зря у меня Андрей его не ест. Говорит, что голова от сыра болит. Начала голова болеть. Хотя я ему не сказала. А потом у меня повысился пульс. У меня 95. Опять я чувствую, у меня сердце вот прям выпрыгнет. Ни с того, ни с сего. Вот весь день было нормально, хорошо прям на работе. И вдруг вот такая ерунда. И сегодня, хотя я сыр не ела, у меня башка начинает болеть. Девочки, я не знаю. У меня уже несколько дней не болела голова. Ну, прям такая ясная была. Так здорово. Ну, а здесь опять вот что-то не поймут моей головой. Головой, головешкой моей. Вот так. Так, кто-то мне там звонит. Ой, девочки. Здесь вот. Короче, в общем, знаете, что я хочу сказать. У нас вот здесь старое кладбище. Там я в прошлый раз, в общем, с ногтей ехала. Я забыла вам сказать. Еду с ногтей, таксистка мне говорит. В общем, творожный сыр кладу сюда сейчас. Господи, я прям расстроилась. В общем, таксистка меня ведет, девушка. И говорит, слышали? Говорит, у нас на пятой линии сбили женщину. Я говорю, нет, не слышала. Ну, вот. А сейчас вот мне звонят и говорят, она умерла. Представляете, тяжелая стоянка лежала. И как бы говорят, что я как бы... Мне сказали, кто такая. Примерно. Мне кажется, я ее, девочки, не знала. Вот. В одноклассниках сейчас надо посмотреть. Девчонки, пока... Ой, не видно меня сейчас. В общем, пока разговаривала, уже пожарила овся на блин. Я, в принципе, это вам уже показала. Уже и наплакалась. Не могу. Это. Вот такой получился овся на блин у меня. Вот я еще сальца себе положила. Сейчас разрежу, покажу. Ну, в общем, смотрите. Стояла она с мужем, вот эта вот женщина. Стояла с мужем. Я так с мужем... Я не поняла. Она... В общем, хотела перейти дорогу, но, видимо, я не знаю, где она там переходила, где Скидкина. Но там темно сейчас. Вот, понимаете, темень. Сейчас осень. Ну, как бы... Грязь, слякоть. Вот эта темнота. Она переходила. Что-то муж перешел. Она не успела. Я так и не поняла. В общем, вот так. Вот, представляете, такая трагедия. Жалко человека. И вот я хочу посмотреть сейчас в Одноклассниках. Сейчас видео досниму. Посмотрю в Одноклассниках. Как бы говорят, кто такой человек. Я не буду говорить. Потому что, не знаю, она не она. Хочу сейчас посмотреть, та ли или нет, которая моя знакомая. Ну, ужасно. Неважно, знакомая, незнакомая. Человек все-таки. Жалко. Прям не могу. 58 лет. Представляете? Уже второго человека у нас там сбивают. Сбили как-то женщину. Несколько лет назад двое детишек остались. Такая красивая бабенка была. Прям не могу. Мать у нее ходила все к нам. Она вообще ходила вот. Прям черная-черная. Потом последствия тоже у матери неврологии. Больная вся была. Сейчас я ее давно не вижу. Не знаю. Ну, все вот так, девчонки. Так что надо быть осторожней. Осторожней, осторожней. Или это судьба уже. Я не знаю. Я один раз сама выскочила на дорогу. Стояла-стояла. Машина едет. И вы представляете? Вот как будто мне в спину кто-то толкнул. Я рванула. Рванула. Чего рванула? Спрашивается. Рванула. И вы знаете, как будто за задницу кто-то тянет. Я хочу быстрее. Я вижу машину. Представляете? Человек там, водитель. Просто охренел, наверное, от меня. И вы представляете? Я прям вот так во сне заторможена. Вот так быстрее-быстрее перешла. Вот кто? Кто? Кто вот такое вот бывает? Представляете? Вот или здесь? Здесь как будто кто-то тебя толкает. Ужасно, ужасно вообще. Ну вот так, девчонки. Вот такое вот видео. Сейчас разрежу, покажу. Но я говорю, мне уже даже аппетит пропал. А время у нас уже без 15.11 пока я возилась. В общем, девчонки, ужасно, ужасно прям. Жалко прям. Пахнет вкусно. В общем, я рыбки положила, сырку положила. Не хочу, там еще можно укропчик добавить. Не хочу укроп добавлять, знаете, потому что это... Рыбу перебьет укроп. Поэтому я не хочу. Ну вот, вот такой вот овсяный блик получается. Девочки, сейчас попробуем. Вот такой вот с рыбкой. Начинку любой можете ложить. Там кто какие начинки кладет. В общем, я буду есть руками. Это как пирожок. Вкусно? Слушайте, а сам блин какой вкусный. Очень-очень вкусно. Вот так. Так что попробуйте сделать, девочки. Можно любую начинку. Можно помидорку положить свежую. Что хотите, то и уложите в эту начинку. Вот так. Сейчас Андрей тоже звонил. Хочет поболтать со мной. Я говорю, дай мне сниму видео. И перезвоню тебе. Ну вот. Ладно, не буду чавкать с полным ртом, разговариваясь. И не злить вас, девчонки. Сейчас прожую. Кофе до сутра. Как в первый раз пью. Ну что, овсяна, блин, прям вкусно, девчонки. Отлично прям. Никогда не думала, что вот овсяна, блин, будет такой вот нормальный. Ну, я прям начиночки хорошо положила. Смотрите, прям. Много начинок положила. Ну, а что вы такой здоровый начинки вот так ложите? Я так не люблю. Я что в пирожках люблю начинки, чтобы было новое. Ну, в общем, вот так. Так, девчонки, вот такое видео получилось. Ладно. Пишите. Вопросы задавайте. Пишите побольше в комментарии. Вот, девчонки. Спасибо, что вы комментируете. Делитесь с оттетят, потому что некоторые девочки говорят, делимся. Спасибо вам огромное, девчонки. Ну, в общем, посмотрю, может быть, что-то еще сегодня сниму, скорее всего. Ладно, девчонки, надо будет, потому что сегодня у меня и обед, еще ужин приготовить. Увидимся попозже. Все, всем пока-пока. Спасибо вам большое. Всем крепкого здоровья. Берегите себя, девчонки. Берегите себя, девчонки.